Тогда, значит, я пока начинаю то, что, значит, ноутбука не требует. Значит, во-первых, есть сейчас такое расхожее выражение «бокс по переписке», как пример того, чем заниматься не надо. Значит, аналогичным выражением кажется выражение, не знаю, играть в карты по телефону, в покер, например. Вот, в отличие от «бокса по переписке», в покер по телефону играть можно, собственно, благодаря, значит, это можно делать. Спасибо. И с помощью технологии RSA я предложу вам в спокойной обстановке подумать, как это делать, но можно то же самое сделать и просто. просто используя другой способ шифрования, который уже не шифрование с открытым ключом, но тем не менее. итак, способ такой, значит, двух игроков «а» и «б», которые хотят, значит, сыграть карты по телефону. Ну, собственно, задача тут ровно одна – это как раздать друг другу карты так, чтобы, во-первых, ни «а» не знал, какие карты у «б», ни «б», не знал, какие карты у «а». Сделать это можно так. Ну, предположим, как там по классике, что колода из пятидесяти двух карт, и каждый из игроков придумывает себе достаточно большое простое число, которое вполне может быть известным, и сообщается всем. А также выбирает какое-то число «x». «б», значит, у игрока «а» есть число «па», которое известно всем, и есть число «xa», которое известно только ему. У игрока «b» есть, соответственно, число «pb», которое известно всем, и число «xb», которое известно только ему. можно считать что число выбирается каждый игрок выбирает случайно на всякий случай почему почему случайно там потому что таки как например больше на большинство взломов электронной почты основан на том что кто-нибудь может подбирать пароль за счет того что вы вряд ли вы перв сможете выбрать пароль случайно во-вторых вряд ли сможете его запомнить но такой свое время поразивший меня пример что это довольно простая программка которая пытается играть с вами в орлянку и при этом выигрывать вы кидай кидаете орел монетку мысленно но если вы кидаете монетку то вы не выигрывать не проигрывать а вот если вы пытаетесь это делать мысленно то есть называете ноль один программа тоже показывает либо ноль либо один если программа угадала то она выигрывает единичку если угадал, то нолик. Кажется, что результат будет пополам-напополам, если вы будете довольно случайно выбирать нолики-единички. Однако же нет. Вначале действительно происходит более-менее пополам-напополам, а потом программа что-то о вас узнает и начинает выигрывать примерно в 2-3 случаях. В интернете это найти легко, если хотите, то попробуйте. Пока я чего-то говорю, то на экране у нас будут слайды, из которых нас пока интересует список литературы. Если хотите, его можно переписать, если хотите, можно будет потом в перерыве или после лекции скопировать его на флешку, я немножко прокомментирую. Кажется, я выбрал маленький шрифт, но ладно, надеюсь, что видно. Первая и четвертая книжка – это просто две относительно простых книжки по теории чисел. Третья – это Мартин Гарднер, известный популяризатор математики. Здесь как раз две главы в этой книжке посвящены надежным шифрам. Если вы любите вообще занимательную математику, то можно читать от начала до конца и получать удовольствие. И, наконец, у третьей статьи в этой списке есть некоторая предыстория. Значит, она без данных, насколько я понимаю, издана, она была закрыта, а в интернете потом появилась ее копия. С ней связана история этого курса, что вообще шифрование в сферу моих профессиональных интересов не входит. В какой-то момент к нам в высшую школу экономики пришел как раз Анатолий Николаевич, который до этого времени несколько десятков лет работал в КГБ как криптограф, но также, возможно, криптоаналитик. Я не знаю. Судя по тому, с каким энтузиазмом он рассказывал как раз про RSA, во-первых, он немножко заразил меня, во-вторых, у меня появилось ощущение, что в КГБ про этот алгоритм знали немножко раньше, чем он стал общеизвестен. Поэтому, скорее всего, исходная статья была закрытой, но сейчас, понятное дело, что скрывать подобные вещи уже довольно глупо. Итак, теперь я возвращаюсь к покеру по телефону. Как надо поступать? Как раздать карты? Предположим, что карт 52, игрок А берет эти 52 карты, значит, шифрует их путем возведения в степень. Получаются числа. Если карты как-то закодируют, то получаются числа, допустим, С1, С52. Из них А делает С1 в степени ХА. Естественно, берется остаток при делении на его простое число, С52 в степени ХА. После этого числа перемешиваются. Понимаете, что если их прислать в таком порядке, то В может догадаться, в каком порядке карты лежат, поэтому их, естественно, перемешать. Например, расположить в порядке возрастания чисел. И эти числа переводятся В. Что делает с ними В? Значит, если он просто выберет 5 карт и отошлет их А, чтобы А расшифровал и посмотрел, какие это карты. Чем это будет плохо? В получает 52 числа, которые соответствуют 52 картам. Но В не знает, как эти числа соответствуют картам, и у него нет никакого способа установить, а какие карты каким числам соответствуют. Поэтому В ничего не остается, как выбрать 5 случайных карт. Если речь идет о покере в его самом простейшем варианте, то нужно выбрать 5 карт с 52. Итак, значит, В выбирает какие-то 5 случайных карт. Давайте мы их как-нибудь назовем. Д1. Д5. Вот, теперь, значит, если просто их отослать А и сказать, что вот игрок А, ваши 5 карт. Значит, это немножко плохо тем, что игрок Б не сможет их проверить потом, а те ли карты А выбрал. Поскольку тут нет открытого кода, и шифрующий алгоритм А тоже неизвестен. Значит, поэтому Б поступает немножко хитрее. Он берет эти 5 карт, шифрует их, то есть возводит степень ХБ. То есть, знаете, так. Давайте напишем немножко не так. Значит, карты. Теперь 5 карт. Ну, давайте их все-таки обозначим другой буквой, но... Значит, там какая-то была карта Д1, которую А возвел в степени ХА. Д5, которая в этом степени ХА. Так, и теперь Б применяет свое шифрование, то есть возводит степень ХБ. И отправляет это А. То есть А получает, значит, 5. Значит, 5 карт. Значит, 5 карт. Теперь что с ними делать? Теперь, значит, получилось 5 карт, про которые ни А, ни Б не знают, какие они. То есть не могут узнать по отдельности. Дальше. Чтобы один из этих игроков узнал, значит, теперь так, что... Что это за карты узнает тот игрок, который снимет шифрование последним. Теперь эти карты зашифрованы и тем, и другим игроком. Но, что важно в этой схеме, что когда операция возведения в степень, она научно выражается коммутативно. То есть неважно, в каком порядке они возведены в степень. Поэтому, если вернуть эти карты А, то теперь А может снять свое шифрование и отправить их в Б. Теперь у А остаются контрольные карты для проверки. Он не знает, что это за карты, но потом он может проверить, что это те самые карты. То есть если эти карты вернутся А, и А снимет шифрование, то есть возведет это все в степень минус 1 х в минус 1, ха в минус 1. То останется степень х, Б, и уже Б может расшифровать эти карты и узнать, какие же они. Ну, аналогично можно из оставшейся колоды сдать 5 карт игроку А. Опять-таки тогда А будет знать, какие они, а Б потом сможет проверить. Ну, наверное, наиболее надежный способ проверки стоит в том, что после игры, так сказать, после всей партии, XA и XB открываются. Ну, и оба игрока смогут проверить, что их никто не пытался обманывать. Значит, поскольку речь, конечно, идет о больших простых числах, то передавать их по телефону довольно сложно. Но с электронной почтой так, значит, сыграть в покер можно. Остался только один вопрос, который уже относится к теории чисел. Что я здесь вот так красиво написал минус первую степень. А вот остается вопрос, откуда же А ее возьмет. То есть, если есть простое число и есть степень X, то, в какую степень нужно возвести, чтобы результат был, так сказать, корректным. Ответ будет вот какой. Значит, во-первых, чтобы эта операция была вообще возможна, значит, X, и так, теперь, X должно быть взаимно просто с P-1. Давайте сейчас задачу немножко формализуем. Итак, есть простое число P, есть степень X, число X. И нам нужно возвести А в такую степень в такую степень. Сначала возводим А в степень X, а теперь нам нужно ее возвести в такую степень Y, чтобы получилось обратно А. Обратно А. Значит, в какую степень нужно возвести. Значит, если число простое, то мы знаем, что X, что любое число А в степени значит, P-1 равно 1. Ну, естественно, если это число А не равно 0, но, наверное, легко выбрать значит, для 52 карт числа так, чтобы они не были равны 0. Значит, и так, по малой теореме Ферма А в степени P-1 равно 1. Значит, здесь, если мы поделим на А, то получим, что А в степени X умножить на Y минус 1 равно 1. Значит, теперь, чтобы это точно выполнялось, значит, X, Y минус 1 как должно соотноситься с P-1? Значит, вот это вот мы знаем, что так всегда будет, а вот это вот хотим. Как должны соотноситься P-1 и X, Y-1? Нет, эти P-1 нулю равняться не может? Нет, равны... Смотрите, равны... Нет, если равны, это хорошо, но это недостаточно. Нет, это неверно. Ну, давайте... Давайте тогда я сначала приведу пример, что пусть P примерно равно, не знаю, 19. 19. 19. У нас есть число и, например, для возведения мы используем взаимчисла. Так, давайте подумаем. Давайте возведем 5. То есть мы берем число А, возводим в пятую степень. А также мы знаем, что А 18 равно единицы. Значит, в какую еще степень нужно возвести? Ну да, совершенно верно. а что в данном случае это будет? Совершенно верно. Возвести множество такое число, чтобы получилась единица. результат бы имел вид 18k плюс 1. Так, это получается? Значит, подумаем, если 5 5 на 6 это 11, ну ладно. Если так сходу не приходит в голову, то давайте мы эту задачу и решим в качестве примера. Итак, а сколько? 11. Да, все верно. Спасибо. Тогда решать будем на другом примере. Значит, если мы возведем это в 11 степень, то получится а в 55 так, а 18 на 3 равно 54, да? равно а в 54 на в 1 это равно 1 а а это равно а. Так, значит, как мы будем делать в общем случае? В общем случае так же. Дело в том, что вот это вот xy-1, чтобы все получилось, должно делиться на p-1, как здесь. Что вот это вот число 55 минус 1 должно длиться на 18, чтобы мы точно получили сначала единичку, а потом, когда умножим на a, получим a. Поэтому мы должны решить следующее выравнение. Значит, xy минус 1 равно p умножить на k. то есть, x умножить на y минус p умножить на k равно 1. Где x мы знаем, p мы знаем, k нас, в общем-то, не интересует, а нужно найти y. а это делается, как мы уже пытались сделать не раз, с помощью алгоритма Евклида. Что? При алгоритме Евклида, который мы применим к паре xp, мы в процессе вычисления как раз и найдем такие y и k, что xy минус pk равно 1. При одном условии, важном, что x и p минус 1 сейчас, p минус 1, извините, умножить на k. p минус 1 умножить на k, да, и здесь будет p минус 1 при одном условии. Что x и p минус 1 взаимно просто. В отличие от предыдущего условия, это условие нет похитрее. То есть, я специально задумался, когда выбирал здесь число, поскольку нужно было выбрать число взаимно простое не с 19, а с 18. Это уже немножко сложнее. С 19 взаимно простое будет любое число, только ткни. А с 18 нужно было уже чуть подумать. Итак, мораль, что если игрок B знает свое xB, то он может с помощью алгоритма Евклида вычислить, в какую степень ему нужно возвести xB, вот число D в степени все это число в степени xB, чтобы вернуться назад, возвести число, чтобы получить число D и узнать, какую же карту ему сдали. значит тот, кто xB не знает, естественно, узнать эту степень не может. Аналогично для поэтому вот так значит такой пример, как можно по телефону сыграть в покер. При этом от игроков никакого доверия не требуется. Тот же самый принцип применяется и в алгоритме RSA. Сейчас тогда можно начинать сначала. Самый наверное знаменитый пример, что это как раз те те самые числа, в которых все началось. В качестве числа n для шифра было выбрано вот такое 129-значное число. в качестве показателя степени было выбрано какое-то число ну как так вообще-то говоря взаимно простое с функцией или ратен, но это сейчас неважно. Сейчас мы посмотрим, почему так должно быть. На самом деле число D не должно быть совсем маленьким. То есть если D равно 2-м или 3-м, то система вроде бы уязвима. А вот это зашифрованная английская фраза. Почему выбрано 129-значное число начинающееся с единицы и вторая цифра тоже единица. Это по крайней мере логично, чтобы было удобно записывать шифр, чтобы в нем было 128 символов. Значит, результатом будет остаток определений на вот это число. Ну и он, скорее всего, будет, если вот это число 129-значное, там только единица, первое, то, скорее всего, остаток будет 128-значный. Вот так они и подобрали. Ну и значит, в момент появления этой статьи авторами было обещано 100 долларов, значит, не верьте Википедии про 100 миллионов, никто 100 миллионов не обещал за то, что это раскроет. Авторы на тот момент считали, что шифр все-таки не раскрываем. С того момента все-таки появились некоторые способы факторизации и в 94-м, если не ошибаюсь, году, а это было в 73-м, кажется, премия 100 долларов была получена, шифр был раскрыт, но на этом участники не остановились и RSA Group, компания, которая разрабатывала все эти стандарты, предложила продолжить конкурс. на конкурс было влюблено довольно много чисел возрастающей длины, которые предлагалось разложить на простые множители. в чем-то знаковом будет число RSA 1024. 1024 означает, что в этом числе 1024 бита в двоичной записи, то есть цифр там примерно 300 с чем-то. Если вы разложите на простые множители, то это число пока не раскрыто, за это объявлен приз 100 тысяч долларов. Тут вполне можно на что-нибудь заработать. Правда, совершенно непонятно как. Список всех этих чисел вы можете посмотреть в интернете. Там, если не ошибаюсь, то пока раскрыто только 200 тысяч 230-ти значное число, самое большое из того, что удалось. А здесь все-таки цифр на 100 больше, поэтому пока, видимо, никаких идей как-то открывать нет. Так, ну и уже, наверное, по нынешнему времену в качестве шутки, что есть еще число из 2048 бит, я его же не стал здесь приводить, значит, если это 4 строчки, то здесь было бы 8 строчек цифр, значит, за разложение которых полагается премию в 200 тысяч долларов. С другой стороны, как известно, полезно давать студентам задачу, которую непонятно как решать. Вдруг возьмут да решат. Если вы, так сказать, изучите всю науку, которая здесь есть, то станет ясно, что задача сложная, непонятно, как подступаться, и, может быть, надо решать более простые задачи. Если вы пока ничего не знаете, может быть, получится. Ну, так, и так, значит, теперь вернемся, все-таки к самому алгоритму ту вещь, которую я не успел рассказать. Она совершенно аналогична, что было. Все-таки, а как устроена расшифровка? Итак, есть число N, и есть число D. Значит, берется слово X возводится в степень D. Теперь встает вопрос, как же, зная разложения на простые множители, восстановить X? То есть, почему у участника, знающего разложения на простые множители, есть метод восстановить X, то есть, расшифровать. Ответ такой, что опять-таки X нужно возвести в какую-то степень, пусть это будет степень Y, такую, чтобы получился X. с другой стороны, мы знаем, что если непростое, то потеря Мейлера X в степени Fiatn равно единице то есть, X это означает, что X в степени DY минус 1 должно быть равно единице, если мы сократим на X. А эти два равенства вместе означают так же, как и в прошлый раз, что DY минус 1 должно делиться на Fiatn, то есть, быть равно K умножить на Fiatn, где Fiatn это функция Эйлера, то есть, число взаимно простых. Так, значит, для того, чтобы такое уравнение было разрешимо, нам нужно, чтобы D и Fiatn были взаимно простыми числами. кстати, контрольный вопрос, а если представим себе, что D и Fiatn, например, оба имеют общий делитель какой-нибудь, тогда почему у этого уравнения нет решений? Если D и Fiatn имеют какой-то общий делитель, почему тогда ничего не получится? Да, ну, знаете, попроще как сказать, почему? Такое уравнение не имеет решения, если они на что-то делятся вместе. Представим себе, что D делится на какое-то число, не знаю, какие бы значения, на какое-то число M и N делятся на какое-то число M. Тогда в чем проблема? левая часть M не делится, потому что D на Y делится, а если мы вычтем единицу, то делиться перестанет, а правая часть делится, Поэтому одновременно и значит если такая ситуация возможна, только если D F M. то есть на самом деле D, когда он сообщается, это еще некоторая информация про число N, что D должно быть взаимно просто с F но это на самом деле очень мало информации, поскольку таких чисел примерно половина. А если это нам известно, то дальше можно поступать по алгоритму Евклида. То есть если вычисляем наибольший общий делитель D и F M, в процессе этого мы вычисляем такие числа Y и K, чтобы D Y плюс минус K F M было равно единице. И когда мы эти числа вычислили, K нам не нужно, а Y это и будет той степень, в которую нужно возводить X, чтобы восстановить X в степени D, чтобы восстановить X. На этом то есть для того, чтобы эту степень узнать, нужно знать Fiat N. А если его не знать, то Fiat N можно узнать, узнав разложение на простые множители. А если его не знать, то как поступать вроде бы непонятно. члены группы RSA были довольно стильными людьми. Например, что наверное, в этих условиях самое страшное, что есть у шифра, самая страшная угроза для шифра, это то, могут раскрыть нечестным способом. Как-то это разложение просто узнать. Например, у тех же авторов. авторов. Поэтому, когда это число и послание было опубликовано, авторы RSA исходные простые множители уничтожили. И теперь проблема, с одной стороны, проблема восстановить способ шифрования стала перед ними, с той же остротворчества перед остальными, но им она не нужна, им нужно проверить результат. А результат можно проверить не зная простых чисел. То есть, они взяли два простых числа, перемножили, получили вот это. Значит, и потом оба исходных простых числа уничтожили. Не в смысле, число, конечно, тяжело уничтожить. Уничтожили память о них. После зашифровать еще что-нибудь тем же шифром они уже не могут, но им и не надо. Зато, если кто-то скажет, что он расшифровал послание, то они могут проверить. Для того, чтобы берешь предложенный вариант расшифровки, кодируешь его, возводишь в положенную степень, смотришь, получилось ли то же самое. Если получилось, то нужно давать 100 долларов. А если не получилось, то извините. Так. Теперь я перехожу к следующей части своего рассказа про теорию чисел. Часть эта связана с задачами проверки простоты числа. Итак, для использования алгоритма RSA в реальных вычислениях нужно много-много простых чисел. как правило, эти простые числа случайно генируются перед каждой сессией. Условно говоря, сейчас используются немножко другие алгоритмы, но при каждом вашем обмене электронной почтой. для этого нужно уметь эти простые числа как-то находить. Проблема тут только в одном. А как выбираем какое-то число, оно может сразу оказаться составным, если примерно делится на 2, на 3, на 5, это легко усмотреть. А вот в остальных случаях уже нужно проверять. И поэтому основная часть моего дальнейшего рассказа будет посвящена тому, как проверять. Соответствующие алгоритмы называются тестами простоты. Самый древний из них называется тестом Ферма. Он самый простой вот если бы он еще работал, то было бы совсем хорошо. Но он работает не всегда. На чем он основан? Как мы уже обсуждали, рассматривали, рассматривать число n, значит, если n простое, то x в степени n-1 равно 1 по модулю n. Если x не простое, то собственность чего бы? Из общих соображений тогда у нас нет никаких данных, а почему x степени n-1 будет равно 1? 1? Поэтому, скорее всего, оно и не равно. Поэтому можно предложить следующий алгоритм. Берем число n, которое нужно проявить на простоту. выбираем случайное число x. Возводим x в n-1 степень. x в степени n-1. Что здесь важно? Что для этого требуется непорядка n умножений. Если требовалось n умножений, то этот способ был бы бессмыслен. Если речь идет о двухсотзначном числе, то 10 двухсот умножений мы сделать не можем. А речь идет о логарифме. n умножений. То есть порядка длины числа, то есть порядка двухсот умножений. Как обычно в таких рассудениях с точностью до константы все обсуждается. И такую операцию, конечно, выполнить возможно. Поэтому возводим x степень n-1. Смотрим по модуле n. Дальше пишу если n простой. Два варианта. Первый вариант. Если это не равно единице, тогда что можно сразу сказать про n. Да, что n составное. При этом обратите внимание, что про простые множества числа n мы не узнаем ровным счетом ничего. Но точно можно сказать, что он составное. Это первый вариант. Тогда составное. число n проваливает тест-фирма. Второй вариант. x по модуле n n равно единице. Значит, тогда к сожалению искать ничего нельзя. Значит, либо оно простое, либо нам не повезло. Одно из двух. Значит, теперь вопрос в том, а с какой вероятностью нам не повезло. Для этого нужно понять. Давайте поймем. Во-первых, могут быть такие странные числа, что нам не повезет всегда. То есть такие простые числа, для которых не простые, а составные числа, для которых вот это равенство тоже всегда выполняется. Ну, мало ли. Может быть, такие есть. Представим себе, что теперь наше число не такое. И для какого-нибудь есть какое-нибудь такое y, что y в степени n-1 не равно 1. единице. Так. Значит, причем y это напишу так. как раз равно единице. Потому что если бы y было не взаимно просто с n, то есть представьте себе, на самом деле тест фирма по-честному с этого и начинается. Когда мы выбираем x, давайте мы сначала посмотрим. Если x не взаимно... Сначала мы спросим. с помощью алгоритма Эвклида проверим. А правда ли, что x взаимно просто с n? Если правда, то мы продолжаем все как было. А если не правда, тогда что? Нет. Зачем? Тогда все проще. Смотрите, мы нашли какое-то число x и обнаружили, что он меньше n и обнаружили, что он не взаимно просто с n. То есть единице. Да. Тогда это означает только одно, что мы можем обрадоваться, что n не простое. Если мы нашли такое число x, которое меньше n и не взаимно просто с n, значит, у них с n есть общий делитель. Значит, мы уже знаем, что n не простое. И все. Слава Богу. То есть тогда нам дико повезло, что представьте себе, как вот в этом числе вы взяли, вы выбрали произвольный x и оно оказалось одним из этих простых множителей. Ну, повезло, что тут скажешь. Бывает. Собственно, если... А, я уже слайд сменил. Давайте я его верну обратно. Вот если вам вот так вот повезет с RSA 1024, то 100 тысяч долларов в ваших руках. но это должно очень сильно повезти. Так, в общем, если вы способны вызывать такое везение, то у вас есть много более надежных способов что-нибудь заработать. Потому что шансов угадать тут намного-намного меньше, чем, не знаю, угадать счет всех матчей тура чемпионата России по футболу. А там я плохо себе представляю, какой там какой будет коэффициент, если вы все это угадаете. Я думаю, что заведомо больше 10 тысяч, и тогда вы можете спокойно поставить 10 долларов и получить 100 тысяч. Так, но возвращаясь к вашей задачи. если то число, которое мы выбрали, значит, оно не взаимнопросто. Да, если число не взаимнопросто с n, то в какую бы мы степень не возводили y, оно всяко будет не взаимнопросто с n. Поэтому если y имел какой-то общий делитель с n, то y в степени тоже будет иметь этот делитель. Поэтому такие числа, конечно, единицы не равны. А вот если y не взаимнопросто с n, то смотрите. Значит, тогда я утверждаю, что таких y будет больше половины, для которых y теперь минус 1 не равно единице. Вот это стандартный трюк, который, как утверждает Википедия, содержится в любом учебнике по криптографии. Ну, не знаю, не знаю, ну, посмотрим. В любом случае трюк очень простой. Смотрите. Представим себе, что такое число y существует. Тогда пусть какое-то число x значит x в n минус 1 равно 1. Тогда чему будет х в n минус 1 равно x в n минус 1 на y в n минус 1 равно y в n минус 1. Поскольку это единица, единице не равно. и что получается. Возьмем все иксы, которые при возведении в n минус 1 степень дают единицу. То есть, те, на которых тест-фирма может не провалиться. умножим их на y. Тогда значит, на каждый x, для которого тест-фирма не проваливается, получается другое число при умножении на y, для которого тест-фирма проваливается. То есть, тех чисел, на которых тест-фирма не проваливается, вот таких не больше, чем половина от всех чисел. То есть, если, возвращаясь к нашей задаче, значит, если случилось так, что мы возвели в n минус 1 степень и получили единицу, а число было составное, какова вероятность этого события. Вот, так сказать, ответ, что не больше половины. Смотрите, тех чисел x, с которыми нам могло не повезти, не повезти, то есть, случилось вот так вот. Их не больше половины. А x мы выбирали случайно. Значит, шанс на то, что нам не повезло и получилась единица, хотя число было составное, не больше половины. То есть, получается, что? Что если получилось не один, то число составное, а если единица, то число получилось простое, собирается к минимуму 1 вторая. Что тогда нужно делать, чтобы почти наверняка убедиться, что число будет либо убедиться, что число составное, либо почти наверняка убедиться, что число простое? Да, совершенно верно. Провести тест столько раз, сколько вам не лень. Ну, точнее, пока вы не убедитесь, что это так. Например, если вы провели тест 200 раз и все время получилось единица, то вероятность того, что число было составным и при этом все так получилось, равно 1 на 2 в 200-й. 3 и так достаточно, чтобы была полная уверенность. То есть, это не достаточно, чтобы точно утвердать, что число составное, но достаточно для преклонных задач. Ну, понятно, что 1 на 2 в 200-й, значит, как это в десятичном более привычном виде посчитать, поскольку 10 в третий это тысяча, а 2 в десятый это тысяча двадцать четыре, то будем считать, что там 10 в третий это примерно 2 в десятый, то есть 2 в двухсотый это 10 в какой? В шестидесятый. Ну, 10 в шестидесятый это больше числа атомов во Вселенной, поэтому с такой вероятностью в прикладных задачах ошибиться не страшно. Шанс, что там в эту секунду компьютер прекратит работать намного больше. Поэтому так ошибаться можно. Значит, но проблема теста фирма она, как оказалось, не в этом. Проблема теста фирма оказалась в том, что мы при наших рассуждениях предполагали, что существует, что не существует таких чисел простых, точнее, непростых, составных, на которых тест фирма проваливается всегда, на которых числа, для которых равенство это самое х степени n-1 равно 1 выполняется для всех х взаимно простых сцен. Если таких чисел не было, все было бы хорошо. Но оказывается, что такие числа есть. Они называются числа кармайкла. Определяются не ровно так, что это такие числа, что для всех B взаимно простых сцен B N-1 равно 1 по мод N. Давайте мы немножко подумаем, как должны быть устроены эти числа. есть теорема, которая кармайкл предполагал, что она так устроена. В 1899 году она была доказана, что число N это число кармайкла, тогда и только тогда, когда N свободно от квадратов, то есть N не делится ни на какое простое число в квадрате. И для каждого простого длителя P значит число P-1 делит N-1. Я немножко прокомментирую эту теорему. Во-первых, это довольно стандартный прием, что оказывается, что разложить на простые множители сложно, а вот проверить нет ли квадратов довольно легко. Давайте мы... Значит, дело в том, что если N делится на P в квадрате, то откуда сейчас... Нет, пожалуй, что давайте этот вопрос оставлю. Тут он... он не так прост, как я ожидал, да, действительно. То есть его оставим, но если N от квадратов свободно, то откуда берется этот результат. Что N... Так, N равно P, значит, P1 умножить на P2 умножить на P3 умножить на Pk, произведение различных простых чисел, то как устроены числа взаимно простые с N? P от N равно значит, P1 минус 1. Помните, что значит, что число X будет взаимно просто с N? Значит, что мы должны из всех остатков определения на P1 выбрать те, все кроме нуля, из всех остатков определения на P2 выбрать все кроме нуля. P2 минус 1 P3 минус 1 и так далее. Минус 1. Так. Ну, а теперь если X возводим X в N минус первую степень, то становится понятно, откуда взялось условие этой теоремы. Значит, тогда если мы возведем X в степени F от N, то получится единица X в степени P1 минус 1 на P2 минус 1 на P N минус 1 то получится единица. N минус 1 делится на все эти числа по предположению теоремы Кармайкла на все простые множители минус 1. Поэтому при возведении степени N минус 1 тоже велик шанс, что получится единица. Но это, конечно, не доказательство теоремы довольно сложные, но тем не менее. Оказывается, что этих чисел Кармайкла бесконечно много. я выписал первые 10. Честно говоря, там есть оценки, что их достаточно мало и может быть можно было бы использовать и тест-фирма, считая, что вот иногда не везет. Тем более, что эти числа часто легко проверяются другими способами. так, ну, например, почему, давайте понимательно посмотрим, почему непростыми будут первые два из них. Ну, да, опять первое на три. Так, ладно, четвертое спрашивать не буду, а так, а про третье а третье такая забавная задача, ответ на которую англоязычные студенты находят, говорят моментально, а вот русскоязычно будет тяжело. Ну, давайте попробуем. А почему 1729 это непростое число? нет, а делится? сейчас, 300, да, делится, делится, да, делится правильно, но на самом деле я имел в виду немножко другое, англоязычных слайдах, видимо, англоязычным студентам это немножко проще, дело в том, что там еще не отмерла двенадцатеричная система, а 12 в кубе равно 1728, то есть в кубическом футе например 1728 кубических дюймов. И англоязычные студенты это знают. Поэтому 1729 это равно значит 12 в кубе плюс 1 в кубе равно чему там значит 12 плюс 1 на 12 в квадрате минус 12 плюс 1 по формуле сокращенного умножения. Поэтому делится на 13, но оказалось, что он делится еще и на 7. Значит тем не менее значит с одной стороны так значит теорема числа Кармайкла мешают проводить тест фирма значит с другой стороны вроде бы их достаточно мало и можно было бы рисковать все равно проводить тест фирма фирма но благо придуманы и более хитрые тесты так значит для того чтобы их проводить нам придется слайд я переключу значит для того чтобы разобраться как они устроены нам придется научиться решать в остатках квадратное уравнение это сейчас на слайд можно пока не смотреть значит это на самом-то деле значительно проще чем в обычных числах по крайней мере квадратное уравнение можно решать так же ну например как решать уравнение значит не знаю х квадрат плюс х плюс один равно нулю в z7 значит нам никто не мешает применить значит то применить то же самое что и в обычных числах то есть написать что дискриминант равен b квадрат минус 4 от c 1 в квадрате минус 1 умножить на 4 равно минус 3 но поскольку нас интересует остаток определений на 7 то минус 3 это сколько 4 4 так то есть x12 равен минус 1 плюс минус корень из 4 пополам для того чтобы извлечь корень из 4 как говорил кто-то из моих учителей зоотехникам быть не надо для этого мы и так знаем что корень из 4 равен плюс минус 2 поэтому можем написать что это равно значит дальше есть варианты минус 1 минус 2 это минус 3 вторых и 1 вторая так осталось только привести это в божеский вид значит минус 3 вторых это равно 4 вторых поскольку минус 3 это 4 равно 2 а как так же преобразовать 1 вторую да да ну можно сказать можно сказать действительно что 1 вторая 1 разделить на 2 равно 4 поскольку 4 умножить на 2 это 8 то есть 1 то есть это равно 1 умножить на 4 равно 4 так ну давайте проверим 2 в квадрате равно 2 в квадрате равно 4 плюс 2 плюс 1 7 подходит 4 в квадрате это 16 плюс 4 20 плюс 1 21 опять-таки делится на 7 то есть подходит значит если бы если бы здесь стояло что-нибудь сейчас дайте подумаем вот если бы было вот так плюс 3 значит что тогда тогда значит здесь было бы стояло 3 на 4 то есть это было бы равно минус 11 минус 11 минус 11 это сколько 3 3 отлично то есть теперь здесь было бы плюс-минус 1 плюс-минус корень из 3 пополам а теперь значит чтобы понять а будут ли решения нужно проверить а будет ли тройка можно ли извлечь корень из 3 то есть какие решения имеют уравнение x квадрат равно 3 x квадрат равно 3 так ну значит пока мы не развели теорию а значит как раз на следующей лекции мы ее разведем значит надо поступить по рабочий-крестьянски и перебрать все возможные варианты что может быть 0 в квадрате равно 0 1 в квадрате равно 1 2 в квадрате равно 4 3 в квадрате равно 9 то есть 2 4 в квадрате равно минус 3 в квадрате равно 3 в квадрате равно 2 высокая 4 это то же самое что минус 3 почему список можно не продолжать? Да, потому что осталось 5 и 6, но 5 это минус 2, а 6 это минус 1. При возведении в квадрат будет то же самое. Поэтому, оказывается, квадратов при семерке есть только 4 штуки. 0, 1, 2 и 4. Если при решении квадратного уравнения получается что-то другое, например, 3, то решения нет. То есть, все точно так же, как и в действительных числах. То есть, с одной стороны, немножко проще, потому что все числа не только целые, но и от 0 до 6. Но и кроме того, есть проблема. Что когда существует корень действительного числа, мы знаем, когда оно неотрицательно. А здесь, когда существует корень, мы не знаем. Это как раз отдельная тема, которую будем обсуждать уже после перерыва. КОНЕЦ КОНЕЦ